Организация Объединенных Наций с подачей правительства Индии, в особенности премьер-министра Индии, когда они сделали такое предложение, для ООН Многие страны выразили свою поддержку, и затем к ним присоединились и другие. Никогда 172 страны в ООН не соглашались по какому-то вопросу до этого в истории. И это то, что требуется. Это не просто объявить какой-то один день. Существуют самые разные дни. Смысл не в этом. ООН хочет найти способ, как сделать йогу инструментом для устойчивого развития. Постепенно мир понимает, что без ощущения единства внутри, без внутреннего ощущения принятия, все, что мы делаем, даже если у нас наилучшие намерения, это может пойти не так. Просто потому, что из-за природы интеллекта, который направлен на то, чтобы разделять. Разделять все на части — это не ответ. Постоянное деление всего на части. Каждый человек считает, что у него острый интеллект. Постоянно разделяя все на части и все портя. Видите ли, были гнана-йогины, которые работали над своим умом, над своим интеллектом. Годами иногда и многие жизни, чтобы дойти до такой остроты ума, когда они могли осознать реальность с помощью разделения. Но это должен быть такой нож. Но у большинства людей интеллект, у которого сырье подобно вот этому сосуду. Если они попытаются что-то делить с помощью этого, они просто будут все разминать в кашу. Так и происходит. Потому что для того, чтобы искать просветление с помощью интеллекта, работа направлена на интеллект. Постоянно заостряя его, заостряя до такой степени, чтобы он мог разрезать все, пройти сквозь что угодно. Говорят, в Индии есть боевые искусства. Сейчас уже такого нет. Раньше мужчине нужно было доказать, что он мужчина во время свадьбы. С помощью меча ему нужно было разрезать стебель, ствол бананового дерева. Одним ударом. В Японии есть такая традиция. Самурай и подобные традиции. Они разрезали ствол бамбука, чтобы доказать, насколько острый меч и насколько вы хорошо им владеете. Доказать и то, и другое. Насколько вы хорошо владеете мечом и насколько вы сильны. Если вы разрубите ствол бананового дерева, считается, что нужно разрезать его так, чтобы ствол даже не понял, что произошло. Остался бы два куска, как целое дерево. Нужно было прорубить ствол таким образом. Настолько нужно было заточить свой меч, а также улучшить свою силу и свои навыки. Если у вас настолько острый, очень острый интеллект, да. Но если у вас такой интеллект, лучше пить в таком случае из такого инструмента. Не пытайтесь разделять с помощью тупого объекта. Если вы попытаетесь разделять с помощью тупого объекта, тогда получится фарш. Вы не увидите, что есть на самом деле. Однажды учитель биологии демонстрировал препарирование лягушки, бедной лягушки. Все заинтересованы в том, чтобы посмотреть, что внутри у бедняги лягушки. Люди хотят использовать нож. Так что он препарировал лягушку, объяснял все своим ученикам. Есть вещи поинтереснее, чем лягушка. Не все были в этом заинтересованы. По мере того, как он разрезал лягушку, объяснял про внутренние органы лягушки, он сказал, «Если я разрежу человека, что вы думаете, что произойдет?» Один сказал, один мальчик сказал, «Окажетесь за решеткой». Это измерение йоги не то, чтобы разные люди не могли к этому прийти, но для этого требуется огромное количество работы. Большинство людей требуется определенная страсть, чтобы просто затачивать нож, затачивать нож и не использовать его, потому что вы не хотите испортить лезвие, вы не хотите резать овощи, готовить с помощью такого ножа. Люди, которые уважают свои клинки, они только их натачивают, потому что если вы будете их использовать, он станет немного хуже. Для этого требуется определенная страсть или определенное безумие. и сколько времени уйдет, чтобы клинок стал настолько острым. Это зависит от разных факторов. Самое главное, насколько интенсивна концентрация на чем-то. Как подготовить инструмент, при этом не используя его? Для этого требуется огромная дисциплина. Если у вас есть очень острый нож, вам захочется резать все повсюду, чтобы посмотреть, как работает этот нож. Я вижу, как это происходит повсюду. Если я дам вам нож, вы захотите отрезать это растение, то что-то на ходу, приготовить овощи, сделать все что угодно. Чтобы подготовить инструмент, не используя его для чего-то. Для этого требуется определенная дисциплина и определенная концентрация, фокус, чего обычно у людей нет. Так что лучше использовать другие способности. Если вы достаточно глупы, чтобы разозлиться, например. Простите. Если вы достаточно страстны, чтобы разозлиться. Сейчас по всему миру я хочу сказать, что это моя страсть. Многие люди говорят, такова моя страсть. Йога – это моя страсть. Нет. Для меня йога – это просто инструмент. Я научился, как использовать инструмент. Если это будет страсть, вам нужно будет обнимать это, целовать. Так это не сработает. Все равно, что я дам вам отвертку. Вы будете засовывать ее в ухо, в глаз. Так это не работает. Можете только немного подкрутить в себя пару винтиков в голове. Только тогда это сработает. Так что людям не нравится техническое слово. Людям нравится вот это. Как только вы становитесь такими, не думайте, что вы интеллектуал. Может быть, у вас сердце наполнено эмоциями. Вы можете использовать это, если вы злитесь, если вы разочарованы, даже если вы несчастны. Очевидно, что вы эмоциональный человек. И лучше использовать свои эмоции, как следует. Использовать свои эмоции, как следует, значит... С помощью эмоций не пытайтесь резать. Это будет подобно вот такому ножу. Не пытайтесь что-то резать с помощью эмоций. Эмоции. Игнорируют все и просто... Это эмоции. Просто обнимая мир. Это эмоции. Сейчас вы используете эмоции для того, чтобы разрезать. Тогда у вас окажется только фарш, в который вы превратите свою жизнь. Вы не сможете сделать фарш из кого-то другого, только из собственной жизни. Вот и все. Потому что вы используете тупой предмет, который вообще-то нужно использовать по-другому, но вы используете его, чтобы что-то разрезать. Тогда в результате получится только беспорядок. Так что йога. Я включил недавно телевизор, чтобы посмотреть новости. И по всему миру люди делают самую разную йогу. Это, как сказать... Конечно, приносит удовлетворение, что по всему миру, в самых разных уголках мира, кто-то делает йогу в снегу по колено, кто-то в пустыне, кто-то со своими детьми, кто-то с собакой. Так, этак... По-разному. Это, конечно, мило. Это замечательно такое видеть. Но это также пугает. Все сразу. Я рад, что столько людей хотят заниматься йогой. Но какой йогой они должны заниматься, как ей заниматься, никто не говорит им. Все думают... Поскольку мы сейчас начали говорить про разрезание... Продолжим с этим примером. Все думают, что могут... Вы можете с помощью остроты ума определить, что такое абсолютное и что такое... Нет, что такое вечное и что такое... Вы можете определить. Но для этого вам нужен очень-очень острый нож. Не какой-то кувшин. С помощью него вы не сможете что-то разрезать. Если у вас есть кувшин для ума, там много воды. Я не говорю, что кувшин — это плохо. Если у вас круглый объект, тогда вам нужно просто принимать... Не пытайтесь определить, что такое высокое, что низкое, что такое вечное, не вечное, приходящее... Вам просто нужно принять все, как оно есть. Это значит... Вы не определяете, что такое высокое, что такое низкое, что такое дьявол и бог, что хорошее и плохое, что такое я и что такое ты. Вы не определяете это. Вы обращаетесь совсем одинаково, потому что у вас очень острый нож. Нет, садгуру. Я очень умный. Даже в школе мне говорили, что я очень умный. Обычно люди, которые впереди других... Я ничего, конечно, против не имею. Я говорю это не потому, что в школе я не успевал. Я никогда не стремился к хорошим оценкам. Я никогда не думал, что я должен быть первым в чем-то. даже такая мысль не возникала. Я думал, что единица — это очень маленькое число. Это самая маленькая цифра. Обычно в классе, в мои школьные дни, где-то было там 24-30 с чем-то учеников. Из 35-ти я был 35-м, на 35-м месте. Так что я не думал такими категориями. Но когда вы не готовы потратить очень много усилий и времени, чтобы заострить свой нож, лучше принимать, включать, принимать все как есть. Ни верха, ни низа, ни высокого, ни низкого, ни ненависти, ни любви. И видеть все таким, как оно есть. Насекомое, птица, мужчина, женщина — неважно. Просто всему. Это не плохой путь, это очень хорошо. Просто более 70% людей на планете гораздо более эмоционально, чем умственно подготовлены, или интенсивны с точки зрения энергии, или физически очень подготовлены. Более 70% из четырех измерений — тело, ума, эмоции и энергии. 70% — это сила эмоций. 70% людей сильны с точки зрения эмоций. Единственное, что они обращаются против них или против кого-то другого. Если у вас возникают эмоции против кого-то, они работают против вас. Допустим, я ненавижу вот этого парня там. Я его использую, потому что он сидит с закрытыми глазами. Ему все равно. Я ненавижу этого парня. Иногда я, может быть, встречаю его где-то и могу его отругать, но в остальное время он просто выжигает мое сердце. Появится жжение в желудке, кислотность, или через какое-то время опухоль в голове, потому что, ненавидя кого-то, вы ничего не делаете с ним. Вы разрушаете вот это. Так что, будь то злость, зависть, она направлена не против кого-то, а против вас. Если вы научитесь, как не обращать свои эмоции против себя, если вы поймете, что негативные эмоции, эмоции могут... Пожалуйста, попробуйте, чтобы получить такую мысль, что вы чувствуете... Когда с вами такое происходило? С большинством людей такого никогда не бывало. Я бы сказал, только 2-3% населения мира получали такую мысль, такую глубокую мысль, которая освобождает такую прямо... Ух ты! Для большинства других людей они способны получить такие эмоции. Они могут почувствовать эмоции, когда они чувствуют... Все испытывали, по крайней мере, несколько мгновений в своей жизни такого. Так что они эмоционально способны к росту. Если те же самые эмоции, они опустятся на дно, конечно, вы будете в аду. Потому что рай и ад — это две стороны одной монеты. Вам просто нужно научиться перевернуть ее на правильную сторону. Либо, как я, вы должны исправить эту монету, чтобы с двух сторон было одно и то же. С двух сторон был рай. Но, Садгуру, вы сказали, что рая и ады не существует. Есть же реинкарнации, я вернусь снова. Однажды... 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 Шанкаран Пилай разговаривал со своей женой. Никому не говорите. Это только между ними. Шанкаран Пилай спросил... Это был духовный разговор. Спросил, что такое реинкарнация? Жене надоели такие разговоры. Она вышивала. И сказала... «Реинкарнация значит, ты вернешься совершенно не таким, как ты есть сейчас». Шанкаран Пилай подумал и сказал... «Значит, в следующей жизни я вернусь как свинья». Жена сказала... «Ты меня не слушаешь вообще». Я сказала... «Вернешься совершенно не таким, как ты есть сейчас». «Вернешься...» «Вернешься...» Пики и дно люди замечают. Но... Интеллектуальные пики... Очень многие люди... Способны к этому. Я не говорю, что одно лучше другого. Это разные инструменты. Видите ли... Для разных вещей вам нужны разные инструменты. Здесь точно так же. Не ставьте один превыше другого. Сейчас из-за системы образования, через которую вы прошли, у всех неправильное представление, что значит быть интеллектуально умным, это лучше, чем принимать все с помощью эмоций. Нет, все не так. У всего есть своя красота. И у всего этого такие же возможности. Проблема только в том, как вы будете использовать инструмент. Выстроивая свое тело и используя свои действия, вы можете достичь этого. Либо поднимая свои энергии, вы тоже можете достичь этого. Но это требует работы. Даже несмотря на то, что сейчас карантин, все вы... Многие из вас не ходили на работу где-то три месяца. Я говорю вам, что вам нужно стать на десять процентов лучше. Десять процентов? Есть же три месяца. Вы должны спросить, Садгору, почему десять процентов? Я сейчас на сто процентов лучше. Работы нет, я могу хоть пять раз в день заниматься упражнениями. Это возможно. В карантине здесь у нас было много занятий. Но если вы в карантине, если вы в изоляции в квартире, чем вы занимаетесь? Может быть, диван, телевизор? По мере того, как кино становится все интереснее. На программах йоги для детей, для того, чтобы вдохновить детей, один из основных принципов, которым мы их учим, я завершаю то, что начинаю. Так что, как-то раз, поскольку даже картофельные чипсы в Коимбатуре продавались по скидке, поскольку они думали, что они будут продаваться плохо, начали продавать в огромных упаковках со скидкой. Это даже происходит со внутренней инженерией онлайн. Нет, нет. Здесь люди, которые очень оскорбятся, как это чипсы и внутренняя инженерия, скидка. Так вот, огромный мешок чипсов. Шанкаран Пилай еще не прошел внутренней инженерии, но он прошел программу для детей. Жена посмотрела на огромный мешок чипсов и спросила, «Ты что делаешь?» Он сказал, «Я всегда завершаю, что начал». Так что все, буквально все, что угодно можно обратить против себя. Мы даем вам мозг, он становится вашей проблемой. А если я скажу, «Нет, вы можете управлять своим мозгом». Многие люди компании по депрессии, они меня задирали, почему я не могу их задирать? Они говорят, «Да они знают, что такое депрессия. Депрессия происходит, никто не выбирает. Химические изменения происходят». Да я тоже самое говорю, «Занимайтесь йогой, и произойдут химические изменения». А вы что думаете, я говорю? Ну, как бы там ни было, я хочу сказать всем вам. Недавно это было опубликовано, возможно, вы читали, что определенная группа врачей и ученых в Соединенных Штатах из университета Индианы, некоторые из Гарварда, они изучали людей, практикующих внутренние инженеры на протяжении 90 дней. Обезьяна? Видите, учения становятся все популярнее. Они тоже думают, что могут развиться, как и вы. Сколько из вас пришли оттуда? Нет, это хорошо для меня, что мы преобразуем обезьян в людей. Это очень хорошо. Потому что я хочу вам рассказать. Генетические тенденции меняются просто благодаря практике внутренней инженерии. Так что они записали все это, биомаркеры и все подобное. Я вкратце расскажу, там очень большое исследование. Но если упростить, один из аспектов, который определяет ваше умственное и эмоциональное состояние, это определенные факторы в вашем мозге. И этот фактор в три раза выше на 300% повышается за 90 дней. Могу представить, какими вы были до того, как начали. Увлечение в три раза. Это означает ваши эмоции в балансе, хорошее переживание жизни, острый ум, приятное переживание жизни. Это не будет проблемой увлечения на целых 300%. Есть еще одно измерение. Вы знаете, что такое каннабиоиды? Сегодня в Индии это называют ганджа, по всему миру это называют марихуана. Разные имена в разных странах, но по сути это растение, которое оказывает определенное влияние на настроение и переживание человека. Но существуют миллионы каннабиоидных рецепторов и в мозге, и по всему телу. Потому что вам нужно производить это самим. Предполагается, что вы будете производить это сами, а не курить. С помощью практики внутренней инженерии биомаркеры очевидно показывают, что внутреннее производство каннабиоидов гораздо выше. То есть вы сами по себе постоянно испытываете опьянение. Вам не нужна помощь извне. Но влияние каннабиоидов, которые происходят изнутри по сравнению с теми, что приходит снаружи, очень отличается. Они дают вам ощущение опьянения. Но в то же время вы постоянно сконцентрированы. И 230 генов, которые ответственны за иммунную систему, также улучшаются после 90 минут практики. До сих пор. Пока что многие люди говорили мне о том, что у них умирают друзья, родственники, родители, многие истории. И они не могут даже пойти на похороны своих родителей или родственников, потому что они в карантине, в изоляции. Так что много таких историй. Но пока что я не слышал. По крайней мере, мне не говорили. Обычно такое происходит, но такого мне не говорили. Ни один медитатор, который закончил программу и практикует, они не умирают. По крайней мере, будем надеяться, что это будет продолжаться еще какое-то время. Но, по крайней мере, до сих пор до меня не дошла информация о человеке, который регулярно практикует, чтобы он умер. Такого не было. Возможно, есть и многие другие причины. Но определенно иммунная система выше. Мы всегда это знали. Но, к сожалению, это должно прийти из Соединенных Штатов. Из лабораторий в Америке, от самых престижных университетов, пришло такое исследование, которое говорит, что гены, которые отвечают за иммунную систему, все они на повышенном уровне из-за практики. Так что существует достаточно свидетельств сейчас. Я живое этому свидетельство, но не тот цвет. Так что сейчас наше представление о науке стало таким, что наука не может прийти от жизни. Наука может только прийти из лаборатории. Это очень прискорбно, думать, что все должно приходить из лаборатории, иначе это не является истиной. У них своя причина для этого. В любом случае, они говорят хорошие вещи о внутренней инженере, что мне жаловаться. Так что йога. Кажется, есть песня, да, такая? Йога-йога. Пожалуйста, камеру в ту сторону. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok